КОНЕЦ В конце марта 1911 года на Киевском Лукьяновском кладбище, кладбище Небогатом, хоронили 12-летнего мальчика Андрея Ющинского. Он был убит при странных и весьма загадочных обстоятельствах. Его труп случайно обнаружили два гимназиста. Обнаружили в пещере, тут же на Лукьяновке. Убитый сидел на земле в нижнем белье со связанными назад руками. Рядом тут же валялись ученические тетради и ремень с бляхой. На бляхе надпись. Ученика подготовительного класса Киевского духовного училища Андрея Ющинского. Перед похоронами власти проделали все необходимые следственные действия. Но нечего было и думать, раскрыть это преступление сходу. Никаких конкретных подозреваемых и сколько-нибудь обоснованных версий у следствия пока не было. Зато у киевских черносотенцев была не только версия, но готовый приговор. Этот приговор в виде воззвания распространялся тут же во время похорон прямо на кладбище. «Русские люди!» было написано в воззвании. «Русские люди! Если вам дороги ваши дети, бейте жидов! Бейте их до тех пор, пока хоть один жид не останется в России! Отомстите за невинных страдальцев!» Это гнусная выходка, как камень, брошенный с горы. Она образовала настоящую лавину, мутный поток политических страстей и общественных интриг. И все это вылилось в громкое судебное дело, такое, которого еще никогда не было в дореволюционной России. Это будет знаменитое дело Бейлиса, важная веха в истории еврейского вопроса в России. Киевским чиновникам, честное слово, не позавидуешь. Уголовное дело – обычное убийство. На глазах превращалось в дело политическое. А значит, требовался не просто результат, а результат ожидаемый, устраивающий некие политические силы. Черносотенные силы, если говорить конкретно и прямо, именно черносотенные. Эти силы были не только в самом Киеве, но и в правительстве, и при императорском дворе, и, конечно, в Государственной Думе. 29 апреля 1911 года фракция крайне правых Третьей Думы сделала запрос о расследовании дела Андрея Ющинского. Лидеры правых не упустили возможности с Думской трибуны преподать всей стране очередной урок антисемитизма. Пуришкевич, как всегда, эмоционально зачитал трактат 18 века о том, как иудеи мучили христианских детей. Его сменил Марков, и тоже не без пафоса. Потрясал работой о Талмуде, как об источнике вражды. Но при желании к Думу можно было принести целую библиотеку антисемитских фальшивок. Таких книг в начале 20 века вышло уже много. Дело Ющинского, как таковое, мало интересовало крайне правых. Они ухватились за это дело, чтобы от всего черносотинного движения сделать политический заказ. Заказ такой. Дайте нам дело об убийстве христианского мальчика иудеями-фанатиками. Дайте нам дело о ритуальном характере убийства. Ищите евреев, которые жаждут христианской крови. А чтобы судебные власти Киева искали бы лучше, русские патриоты Пуришкевич и Марков, их как следует постращали все с той же думской трибуны. Исследователя Финенко, и прокурора Киевской судебной палаты Чаплинского, и, конечно, русское правительство. Мол, а вы-то, министры, куда смотрите? Смотрите, вы-то чего спите? Или вы хотите погромов? Будут. Как только русский народ поймет, что в суде невозможно обличить иудея, режущего русского ребенка и вытачивающего у него кровь, что не помогают ни судьи, ни полиции, ни губернаторы, ни министры, в этот день, господа, будут еврейские погромы. Так запугивали власть, и так ее дискредитировали, ибо власть не может поддаваться на такие угрозы и провокации. Об этом и говорить-то, право, как-то неловко. Это азы. Следствие не может выполнять чей-то заказ. Оно должно искать не еврея, а убийцу. Убийцей может оказаться кто угодно, в том числе и еврей. Но искать нужно все равно убийцу. Реакция на думскую истерику последовала незамедлительно. Уже в начале мая в Киев из Петербурга приехал чиновник Министерства юстиции. Это был вице-директор уголовного департамента Лядов. Его встретили на вокзале, радушно проводили в номер гостиницы европейской и доложили о результатах расследования. Результаты были более чем скромные. Никакого еврейского следа в деле Ющинского не просматривалось. Правда, среди свидетельских показаний упоминался один еврей, лавочник, у которого Андрей незадолго до убийства покупал порох для своего детского ружья. Узнав об этом, Лядов очень оживился. Он посоветовал следователю, как можно быстрее установить личность этого лавочника и привлечь его в качестве обвиняемого. «Нужно посадить этого еврея под стражу», – говорил чиновник Министерства юстиции. Нет, он никому ничего не собирался приказывать и никаких директив из Петербурга не привозил. Он вообще не собирался вмешиваться в ход следствия. Это было бы незаконно. Он только советовал, давал понять. Там, наверху, есть мнение. Мнение определенное. В Киеве произошло ритуальное убийство. И на вас, уважаемые киевские коллеги, начальство очень рассчитывает. Вот и все. От Лядова больше ничего не требовалось. На этом его миссия заканчивалась. Бюрократический механизм делает то, что хочет начальство. Такова природа бюрократии. Да вот беда. Черносотинцы очень не любили русскую бюрократию. И трудно сказать, кто ее больше не любил. Либеральное общество или черносотинцы? Не доверяя бюрократии вообще и судебной власти в частности, черносотинцы начали свое параллельное расследование убийства Андрея Ющинского. Тут особенное усердие и рвение проявил 20-летний молодой человек, студент Голубев, секретарь общества Двуглавый Орел. Кстати, он воспитывался в очень приличной семье. Его отец был профессором Киевской духовной академии. И во главе общества стоял православный священник. И вот как развивалась ситуация дальше. Петербургский эмиссар Лядов организовал встречу официального следствия и добровольных следователей черносотинцев. В данных конкретных обстоятельствах это означало свести воедино заказчиков и исполнителей. Возникла крайне двусмысленная ситуация. Петербургское начальство как бы дало черносотинцам санкцию направлять и контролировать ход следствия. Киевский прокурор Чаплинский, трезво оценив ситуацию, скрипя сердце, согласился. Он не сочувствовал черносотинским идеям, но решил, что с этой публикой лучше не связываться, себе дороже. И не прогадал. В свое время получит повышение по службе, станет сенатором, а потом и членом Государственного Совета. Чаплинский все это честно заслужил. Он сделал все, что от него хотели. Именно черносотинцы в конце концов навязали официальному следствию главную версию убийства. Именно они найдут убийцу, еврея Белеса. Так они считали. Этот убийца их устраивал. Прокурору и следователю оставалось выполнить некоторые необходимые формальности и довести дело до суда. И все в этом деле будет поставлено с ног на голову. Сначала версия, потом обвиняемый, и только потом свидетель. Свидетеля найдут через полтора месяца. Ночью 22 июля 2011 года в дверь дома по Верхней Юрковской улице постучали. Хозяин открыл дверь. На пороге стояло 80 жандармов и полицейских, вооруженных саблями и револьверами. Последовал вопрос. Вы, Мендель Белес, перепуганный хозяин ответил утвердительно. Вы арестованы. С этого момента жизнь 42-летнего Белеса круто изменилась. Официальное следствие наконец-то порадовало черносотенцев. Арестовало еврея. Черносотенная пресса ликовала. Но радоваться было особенно нечему. Законных оснований для ареста Белеса было недостаточно. Его посадит в тюрьму киевская охранка как неблагонадежную личность. Власть воспользуется обстоятельствами. Временно в связи с ожидавшимся приездом в Киев Николая II охранка получит чрезвычайные полномочия. Мы уже говорили о том, что в поле зрения следствия Белес попал с подачи черносотенцев. Его имя назвал прокурору неутомимый Голубев. Белес работал приказчиком на кирпичном заводе. Обширная территория завода находилась рядом с той пещерой, в которой нашли труп мальчика. Другой информации относительно причастности Белеса к делу на первых порах не было. Но потом заговорил фонарщик Казимир Шаховской. Он утверждал, что в день убийства видел Андрея Ющинского вместе с его приятелем Женей Чебиряком. Мальчики пошли гулять на кирпичный завод. А там у печей был мужчина с черной бородой Мендель Белес. Думаю, что он принимал участие в убийстве, заявил фонарщик. С этих показаний начался новый виток следствия. И дело приобрело свое историческое название Дело Белеса. Однако проблем у тех, кто занимался расследованием не убавилось. Скорее наоборот, даже показания главного свидетеля фонарщика оказались не вполне достоверными. Выяснилось, что за этим стоит элементарная месть. В свое время Белес сообщил куда следует о том, что фонарщик воровал на складе кирпичного завода дрова. Пришью Менделя к делу проговорился фонарщик своему приятелю Сапожнику. Им устроили очную ставку. И Шаховской скорректировал свои показания. Теперь в них не говорилось о Белесе ни слова. А тем временем все в том же Киеве произошло уже не мнимое, а подлинное политическое убийство. 1 сентября в Киевскую больницу из театра привезли смертельно раненого Столыпина. Это был последний крупный деятель дореволюционной России. Последний истинный защитник русской монархии. Его убийцей был, как известно, еврей Багров. И это, без сомнения, одно из самых тяжких преступлений евреев в России. Я полагаю, что этот человек до конца не понимал, что он делает. Если бы Багров преследовал исключительно еврейские интересы, то он бы никогда не поднял руку на премьера. Никогда. Столыпин был противником всех ограничительных законов, касающихся евреев. И в деле Бейлиса он занимал последовательную и твердую позицию. Никаких уступок черносотенной агитации. Ну что еще нужно? Убийством Столыпина Багров мог добиться только одного еврейских погромов. Но он об этом, вероятно, серьезно не думал. Вообще для революционера не существует национальной интересы. Так устроено его мышление. А говорить он может о чем угодно. Ну вот вопрос, а кто в России в то время понимал и отстаивал национальные интересы? Такие люди как Столыпин были уже редкостью. Это был исчезающий тип, ведь им уже никто не дорожил. Ни патриоты черносотенцы, ни бюрократия, ни сам император, в том числе и евреи. после убийства Столыпина вся киевская юстиция была брошена на расследование деятельности должностных лиц, отвечавших за безопасность премьера. Когда гроза миновала, снова взялись за Белеса. Однако рассказывать о всех перипетиях этого следствия нет никакой возможности. Признаться, нет и желания. Следствие велось топорно и грубо. Полицейский произвол, фальсификации были обычным явлением. И тут сталкиваешься с весьма своеобразной ситуацией. Речь идет о роли поведении прессы. Журналисты пристально следили за этим расследованием. Любой прокол сыщика и в газетах поднимался скандал, начинались разоблачения. Вот так пресса раздула дело Белеса. Газеты были против фальсификации. Но не всех, а только тех, которые шли в разрез с конкретным направлением. Каждый желал, чтобы фальсификация повернула дело в его пользу. Чернозотинцы в свою, либералы в свою. В начале 1912 года либеральная пресса попыталась перехватить инициативу. На этот раз с результатами частного расследования выступил журналист киевской мысли Бразуль Брушковский. Его первая публикация не произвела должного впечатления. Но журналист не успокоится и ему повезет. У него появится прекрасный помощник Пристав Красовский. Пристава отстранил от следствия прокурор Чаплинский. Отстранил в тот момент, когда Пристав усомнился в виновности Белеса. Расследование журналиста и Пристава дало поразительный результат. Они очень убедительно доказывали, что убийство дело рук воровской шайки, которой принадлежала Вера Чебиряк. Это мать Жени, приятеля Андрея Ющинского. О том, что мальчики дружили, всем было хорошо известно, и о том, что на квартире у Чебиряк воровской притон все знали. Андрей, бывая у своего приятеля дома, многое видел и многое знал. За это якобы и поплатился. Уголовники решили, что Андрей является причиной их недавних провалов, что он доносчик. Его не просто убивали, его истязали, у него выпытывали, общался ли он с полицией. К ритуальному убийству и вообще к евреям эта версия не имела никакого отношения. И Бейлиса нужно было отпускать. Но его нельзя было отпускать. Потому что существует такое понятие честь мундира. Что же вы хотите, чтобы прокурор Чаплинский подал в отставку? А как же черносотинцы? Как можно им в одночасье испортить праздник? Проще найти слабые места в работе Бразуля. А таковые имелись. Добывая необходимые улики, либеральная компания действовала, мягко говоря, не всегда корректно. Их схватили за руки и поставили крест на всей версии. Слишком многие были заинтересованы в ритуальном процессе. Главным сторонником дела о ритуальном убийстве я полагаю был Василий Розенов. Как никак философ писатель к тому же талантливый писатель в России это не пустой звук. Розенов был очень привязан к семейному быту, вообще к русскому быту, к домашнему очагу. Варенье любил с чайком у самоварчика. Очень любил жизнь и не любил евреев. Точнее испытывал к ним сложные чувства. Тут и притяжение и даже восхищение. В то же время враждебность и неприязнь. Потерся об еврея загадился так писал Розенов. А можно найти еще более резкие фразы. Писатель не стеснялся в выражениях. Ну вот парадокс. Этот культурный человек поддерживал кровавый навет. Доказывал ритуальный характер убийства. И считал, что многочисленные раны на теле убитого расположены в определенной последовательности. Якобы так, как требуется по еврейским религиозным законам. А мы то думаем, что просвещение и культура несовместимы с антисемитизмом. Это явное заблуждение. Это я полагаю роковое заблуждение. 20 век нас видимо ничему не научил. С антисемитизмом несовместим только Христос, а больше никто и ничто. Только Сын человеческий, Спаситель мира. Все остальное это теории, более или менее приличные. И не так уж и важно, с кем мы прожили 200 лет вместе. Главное, как мы относились к Христу. Розановский антисемитизм объяснить очень просто. Розанов был врагом Христа. Это его позиция, принципиальная и страстная, как все у Розанова. Об этом он писал в своей знаменитой статье об Иисусе сладчайшем и о горьких плодах мира. Эта статья появилась задолго до дела Бейлиса, никакого отношения к нему не имеет, но именно там источник розановского антисемитизма. И не только розановского, просто писатель оказался искреннее и честнее других. В конце октября 1913 года в последние день суда над Бейлисом в здании, где проходил суд, появилась усиленная вооруженная охрана. Накал страстей к моменту оглашения приговора достиг своего апогея. Политическая игра зашла слишком далеко. Такого еще не было. Хотя это далеко не первый ритуальный процесс в России. Раз существовал миф, время от времени появлялись процессы. Но по ним до сих пор в России не было ни одного обвинительного приговора. Ни одного. И на этот раз суд не допустил произвола. Много на этом процессе было умных, образованных людей. Цвет адвокатуры, медицины. Ученые-гибраисты комментировали Тору и Талмуд. Писатель Короленко сидел среди журналистов. А дело решили простые мужики. Среди присяжных было семеро крестьян. И когда спросили старшину присяжных, доказана ли вина Менделя Бейлиса, он ответил «Не доказано». И подсудимого освободили прямо в зале суда. В этот день даже телефонистки соединяя абонентов сообщали каждому оправдан. Остается отметить еще одно обстоятельство крайне важное. Дело Бейлиса не прибавило авторитета власти. Это дело еще не раз вспомнят те, кому нужно было оправдать русскую революцию. Впрочем, ее давно уже ждали. Многие надеялись, что революция наконец-то решит проклятый еврейский вопрос. Одни надеялись, а другие евреи, воспользовавшись смутой, дорвутся до власти. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ». Редактор субтитров